В селе Кореево и деревне Геноктаево Красногамского района после минувших событий стоит острой проблема скорейшего восстановления жилых домов. Для получения компенсации от государства нужно, чтобы все документы у пострадавших были в полном порядке. В связи с этим у граждан возникают трудности, потому что у кого-то документы потеряны, у кого-то не оформлено право на собственность. В соответствии с событиями, которые, к сожалению, произошли у нас в пятницу по разрушению домов в двух населенных пунктах Красногамского района Кореева и Геноктаева, в общем-то, с нашей стороны тоже перед нами стоят задачи, как помочь данным гражданам, потому что им необходимы документы о государственной регистрации, и при том очень быстро и так далее. В общем-то, ситуацию мы проанализировали, получили, в общем-то, такую картину, взять только населенный пункт Кореева. Это, конечно, учитывая, что мы четыре раза туда делали выездные приемы, это вот, в общем-то, по нашему внутреннему республике этим правилам, то там ситуация получилась неплохая. Из вот 117 домов пострадало, которые и 100% разрушены, и частично, и не подлежащие, из-за этих 117, 72 у нас зарегистрированы практически. Далее, в БТИ, в общем-то, мы проанализировали ранее возникшие права, получается, по этим двум населенным пунктам, 46 человек зарегистрировали свои права еще до открытия регистрационной палаты, и получили, в общем-то, вот такие вот реку удостоверения, о которых они все почему-то забыли. Вот, эти ранее возникшие права, они имеют такую же юридическую силу, соответственно, с нашим законом. Вот, и без проблем мы на основании этих рек удостоверений выдадим им наше свидетельство нового образца. Для чего вот сегодня, в общем-то, мы и собираемся туда выехать, попросили сельсовет пофамильно пригласить граждан, которые, в общем-то, для них это будет, в общем-то, приятный сюрприз, что мы примем у них сегодня документы на регистрацию и выдадим такие свидетельства. К сожалению, из этих 46 ранее, в общем-то, зарегистрировавшие свои права, это было, сами понимаете, до 99-го года, мы открылись в 99-м году, в общем-то, по Кореево 20 человек уже умерли. То есть, но, опять же, нас очень расстроило, и это то, что по этим 20, значит, собственникам умершим наследники не оформили свои права. Это, видимо, для них тоже сейчас будут определенные, в общем-то, неудобства. А так, если, в общем-то, права зарегистрированы уже у нас в регпалате, затем ранее возникшие права, по Кореево, получается, в общем-то, около 90% имеют свои права по тем домам, которые разрушены. Подобные выезды уже были организованы ранее, но в этот раз сотрудники работали на месте. В мобильном офисе осуществляется прием документов на государственную регистрацию. В частности, три работника регистрационной палаты также разъясняли обратившимся и старались помочь делам, а где-то и советам, куда и как обращаться в сложившейся ситуации. 18 жилых домов, которые есть на кадастровом учете и права на земельном участке, зарегистрированы. Их мы можем сейчас принять благодаря нашему мобильному пункту приема документов. И также можем оказать консультацию населению и вообще порекомендовать дальнейшие их действия. Как быстрее, лучше и проще помочь гражданам в этой сложившейся непростой ситуации. Жительница села Кореева пришла помочь дочери, у которой серьезные разрушения жилья. Пенсионерка защищает право своего ребенка по генеральной доверенности. А у нее самой незначительный ущерб, говорит пожилая женщина. У меня все заборы упали. Ну, внуки приехали, подпорки поставили, а то все равно некрасиво же. А это госстрах сказал, что заборы не страхуем. А, то есть страховка была? У меня все за страховку. Ну, страховка выплачивает, вы себе ничего не давали? У меня сегодня приехали, проверили агенты. Все они уже, как они сказали, от 10 до 15 тысяч. Я говорю, спасибо на это. Еще одна жительница, многодетная мать Жанна Маежерова, говорит, что чудом остались живы. Их дом более полвека, и он уцелел. Тогда как новенькие дома соседи пострадали во время урагана. У этой семьи на момент стихийного бедствия документы были в процессе оформления. Поскольку документы принимаются числом подачи заявлений, то ситуация должна уладиться. Надежда у них есть, поясняют сотрудники Росреестра. Землю начали оформлять на нас, как многодетная семья уже. Переоформлять, не знаю, договор еще не заключили, документы забрали. В селе Кореево пострадало 117 жилых домов. Из них 56 домов понесли стопроцентное разрушение. 31 жилой дом не подлежит восстановлению. И 29 домов частично разрушены. Всем пострадавшим будет оказана помощь в зависимости от степени повреждений. Эльмира Олядинова, Вероника Перминова. Программа «День за днем».